Одобряем. Я тоже одобряем. Почему? Выступать надо лучше, тренироваться и подходить ответственно. Нужно распускать, конечно. Вы принимали в этом участие? Да, я принимал в этом участие. То есть вы проголосовали? Конечно. Я поддерживаю. Я, в принципе, согласен с компетенцией этой петиции. То есть я думаю, что это правильно. Потому что она зажратая уже и все такое. Сборная? Сборная, конечно. Ну и Россия. Ну, сборная больше. Что может помочь нашему футболу? Переезд в Северную Корею. Да? Вы думаете? Да, там же игроков ссылают в шахты, если они не выиграют. Я думаю, нормальная схема для нас. Футбол не российская игра, не русская игра. У нас своих игр достаточно. Та же лапта, тот же хоккей. Разгонять их нельзя. Играть-то кому-то надо. Ну, а наказывать за это надо. Некоторые игроки нашей сборной себя уже сами, конечно, наказали. Кокорин и Мамаев, закатившие вечеринку в одном из клубов Монте-Карло, после того, как российская команда вылетела из чемпионата, потратили на этот праздник жизни около 250 тысяч евро. Этим самым они вызвали еще больше недоверия у русских людей, в том числе и у рязанцев. Это хорошо. Хорошо, что их распускают. И особенное пожелание, чтобы Кокорина, конечно же, распустили тоже. В сети даже по этому поводу появилась пародия на наших веселых футболистов. Клип сняла одна из российских музыкальных групп. По времени весь мир обсуждает поведение других, более именитых футболистов. Лионеля Месси, решившего уйти из сборной после неудачного выступления, и Криштиану Роналду, расплакавшегося от того, что не сможет продолжить игру в финале из-за травмы ноги. Видно, что эти люди ценят, любят свою профессию и признают свои промахи. Возможно, российские болельщики хотят увидеть именно такое отношение и родной сборной к своей работе.